здравствуйте уважаемые подписчики моего канала уважаемые гости моего канала цветет форзиция форзиция цветет в разное время но всегда когда цветет форзиция наступает время посадки и пересадки всех растений именно так ориентируется в европе всегда при посадке и у нас здесь мы на северном кавказе у кого растет форзиция и она расцвела наступило время посадки и пересадки растений весной я посадила саженцы роз из двух питомников из питомника мэри розис и питомник розовдохновения это кущевская почему у меня они одни накрыты прозрачными бутылями видите вторые накрыты непрозрачными емкостями третьи находятся уже в открытом состоянии почему это я делаю таким образом начнем с того почему я закрываю до сих пор темными ведрами свои саженцы хотя прошло уже почти 15 дней с момента посадки и у меня вот этот саженец он стоит все еще под темным 12 дней ровно прошло вот сегодня 15 апреля 3 апреля я сажала эти саженцы вот почему они стоят у меня накрыты темными ведрами потому что у них очень не проснулись корни еще побеги неплохие поцарапанные правда очень сильно вот но на них не было совершенно почек не раскрывались почки но теперь вот вы видите вот почка видите появилась почка и так они еще я буду держать под укрытием этот саженец именно почему у него очень плохо просыпаются корни а для того чтобы корни проснулись нужно чтобы ветки находились темноте меньше вегетировали и корни проснуться начнут питать розу и тогда только начнут расти почки и я открою и открою и помещу их под прозрачное укрытие как я сделала вот с этими саженцами это тоже не очень хорошие саженцы вот и но уже они находятся под вот таким укрытием почему здесь уже как вы видите почка вот уже какая почка хорошая почка но она еще не достигла размеров почек как на розах на улице которые растут уже не один год видите какие тут почки вот а здесь вот такая почка еще вот когда здесь под укрытием почка достигнет такого же размера как здесь я снимаю вот это вот укрытие прозрачное здесь уже я позволяю саженцу наращивать побег вот которые находятся под укрытием они еще пробуждают свои корни к жизни вот этот саженец за мной не открывала вот вы видите какие здесь побеги уже уже я открою здесь уже побег достиг размера как почти как на розах я даже не буду его накрывать прозрачной бутылью все хорошо с этим саженцем он способен уже расти свободно как вот эти розы не первого года посадки а второго уже вот но есть у меня саженцы уже открытые вот саженец это посадки весны на нем побеги видите побеги уже такого же размера почти такого как вот здесь видите я их уже открыла то есть роза уже растет вот поэтому у меня трех видов здесь саженцы укрыты прозрачной бутылью это те которые уже наращивают почки не достигли размера почек как на свободно растущих розах уже не первый год еще у меня значит те которые находились под укрытием и наращивали пробуждали свои корни когда почки пошли в рост и открываю такие укрытия и накрывая прозрачной бутылью но здесь я даже не стала накрывать потому что уже размер ростка достиг размера ростков которые розы которые растут свободно вот такие уже без укрытия ну ни один год и третье так как те которые уже были под укрытием которые нарастили уже почки и И достигли эти почки размеров вот этих роз, которые растут у меня не один год. Про саму посадку весной роз у меня есть ролик, называется посадка слабых саженцев роз весной. Увидите, если захотите, на канале, на моем. Но хочу сказать, что для розы очень важен холодный старт. То есть сажать розы нужно тогда, когда уже позволяет земля. И когда уже не будет сильных морозов на улице. То есть при первой возможности нужно высаживать розы в грунт. Передержка роз чревата такими последствиями, как перерастание ростков, усыхание веток. То есть чем быстрее роза попадет в грунт, тем лучше для растения. Некоторые саженцы приходят к нам вот в таком состоянии. Побег, видите, здесь побежек 15 сантиметров. И побеги все срезаны. И роза дала уже побеги. Вот такие. Такие розы я держу под укрытием очень долго. И снимаю их тогда, когда уже ростки упрутся в крышку. Вот сюда. Почему? Потому что здесь вероятность того, что погибнут побеги, очень большая. И когда уже совершенно тепло на улице, тогда я снимаю укрытие и делаю притенение какое-то здесь таким саженцам слабым очень. К вопросу о подкормке молодых саженцев, вновь посаженных, роз и о стимулировании роста и корней растения. Очень много возникает споров по поводу того, нужна ли подкормка роз первого года жизни и как стимулировать к росту такие розы. Я считаю, что и те, и другие правы. И те, которые говорят, что розу подкармливать первого года не нужно. И те, которые считают, что как же роза будет обходиться без подкормки. Но здесь нужно уточнить. Вот как только вы посадили розу, первое, что нужно начинать, это стимулирование корней. Когда начинать стимулирование корней у розы? Тогда, когда вы увидите, что на розах распускаются почки. То есть саженец прижился и требует этого питания. Но если вы начнете подкармливать розу сразу же, когда у нее начинают распускаться почки, удобрениями или стимуляторами роста, начнут расти побеги. И несоответствие корней и этих побегов может привести даже к гибели розы. То есть сначала нужно стимулировать корни, как говорится, чтобы роза уцепилась за землю корнями. Я начинаю стимулирование корней, корнестимуляторами. Какой есть у вас? Корневин, гермон, другие стимуляторы роста корней. Именно корней. Не эпин, который стимулирует рост побегов. Не янтарная кислота, которая стимулирует рост побегов. Не радифарм, который стимулирует рост побегов. А именно те препараты, которые стимулируют корни. И проливаю я свои розы каждые 10 или 15 дней, до тех пор проливаю, когда я увижу, что на розах хорошо растут побеги уже, то есть роза получает питание от корней. 3-4 раза проливаю, и когда уже минуют возвратные заморозки, это бывает начало мая, где-то 5 мая у нас, вот тогда я начинаю стимуляцию побегов у роз, но не у роз вновь посаженных, я им не стимулирую побеги, никогда первый год жизни, а у роз третьего года жизни, второго года жизни, которые наросли за первый год очень хорошо. Вот им я начинаю стимулировать тогда уже такими препаратами, как радиофарм, янтарная кислота, лепин, циркон, различными стимуляторами роста, стимулирую побеги. Но провожу эту стимуляцию только тогда, когда минуют возвратные заморозки. Почему я это делаю именно так? Потому что если вот сейчас начать стимулировать у роз хотя бы третьего года жизни, которые не нуждаются уже в стимуляции корней, стимулировать побеги начать, побеги начнут усиленно расти, но в конце апреля может ударить мороз, и эти побеги погибнут. Роза потратит огромное количество сил на выращивание таких побегов, и будет медленнее, медленнее, она все равно даст почки, из почки замещения даст побеги. Но будет очень медленно уже расти, и цветение будет затягиваться, и как правило попадает уже на жару. Я неоднократно говорила, что розы первого-второго года жизни я не подкармливаю минеральными удобрениями, кроме того, что я рассыпаю нейтрамофоску по всему саду. Это небольшая доза удобрений, но все равно на первый старт хватает. Но сейчас уже растет крапива, и я начну делать крапивный настой и зольную настойку. И буду поливать свои вот эти молоденькие розы этим настоем. То есть удобряю я розы свои органическим удобрениям первой половине лета. Это розы, посаженные первый год жизни, или второй год жизни, как вот здесь вы видите розочки. И это первая половина лета. А во второй половине лета я провожу общую подготовку роз калийными и фосфорными удобрениями. Но очень важный момент, кто будет сейчас сажать розы. В зону корней, в грунт обязательно добавляйте фосфор, потому что это основной элемент, который нужен розам на старте, когда саженцы начинают расти. Он участвует в делении клеток фосфор, очень нужен растениям. И если растение ощущает недостаток фосфора на старте, то есть когда куст начинает расти, то это уже невосполнимые потери для растения.